Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! С вами канал Охота Рыбалка по Душе. Не забудьте подписаться. Ну что, сбылась моя давняя мечта поохотиться на лося на реву. И я не просто поохотился, а добыл шикарный трофей. Охота проходила в Вологодской области, где численность лося более чем предостаточная. Охотился я с карабином Тигр, со своим карабином. 7,62х54. Короткий стол, 530. Оптика. День-ночь цифровая. От компании Ray. Туба TD50L. Про которую я недавно снимал обзор. Очень, кстати, неплохо себя зарекомендовала. Смотрите, как это было. 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 Спасибо. Друзья, удалось выманить лося. Хороший бычок вышел, но отзывалось, слышно было и корову, и в общем такая ситуация произошла, что я по итогу не стрельнул в него, так как изначально был уговор стрелять только на открытом месте, а лось вышел на кромку леса, а за лесом, за этой кромкой был овраг, так как долго бы к нему подходил, видимо из-за коровы, Макс подходил дальше, дальше, дальше за меня и сам стал, получается, за стеной леса, за стеной кустов и тоже не мог, если что, в случае, допустим, ранения, помочь мне добрать, допустим, зверя, и поэтому я не стал стрелять, сейчас, конечно, сожалею, но думаю все равно, что поступил правильно, на такой охоте, конечно, риски, рисковать нельзя, как и, в принципе, на любой другой охоте, вот, а так, быка я видел четко, бык хороший, ну, отростка 3-4, если не ошибаюсь, вот, несколько секунд держал его на мушке, мог стрелять, вообще, адреналин, конечно, зашкаливает, а Макс-то подумал, что, что это была корова, ему гляделку в тепловизионную было видно только то, что, ну, показалось, что коровка, вот, так как корова отзывалась, вот, ну, а мне в этот телевизор, конечно, было видно все четко, вот, ну, не выстрелил, ладно, не будем, есть, короче, такой вариант, что, так как коровы здесь, что они никуда не денутся, и есть вариант приехать сюда с утра, вот, погода вроде нормальная, луна, вот, подмораживает, в принципе, осенью, ведь должны с утра приехать, попробовать с пора на делянке, а потом сюда спуститься в деревню, попробовать поманить, вроде мы ничего не подшумели, они тихонько ушли, и все, вот как-то так, пока такие планы, проехались, проехались по салонцам, посмотрели фотографии на фотоловушках, видео, лось есть, лось ходит, то есть в этой стороне звери есть однозначно, то есть сюда, наверное, и поедем, вот, плохо то, что мне уже уезжать скоро, и это, как бы, последние тут денежки остается, и вот так вот я не выстрелил, хотя, конечно, все-таки рискнуть можно было, в принципе, тут расстояние не такое большое было, вот, такие вот дела, как бы, не знаю, радоваться или грустить, что касается самой охоты, ну, вообще, конечно, интересно, когда лось идет, особенно, когда тишина, и он начинает, о, и вот этот вот, сучки ломают, гремит там, блин, кажется, что просто там такое зверище идет, конечно, адреналин зашкаливая, очень интересная охота, так что, вот, видите, вот вроде бы тепловизионные приборы, они хороши, как бы, в плане обнаружения, да, согласен, но вот в плане идентификации, скажем так, цифровик лучше намного, то есть тепловизор не видит ни преграды, ни ветки, ничего, как бы, это в этот цифровик видно все абсолютно вообще, это я даже подсветку не включал, вот такая вот штука, такая прибуда. А, 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 А Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Вот такого красавца быка, друзья, удалось добыть Эмоции моим нет предела Это просто что-то невероятное Моя жизнь разделилась на до и после этой охоты Конечно, быков я добывал, но чтобы вот такого красавца На вабу это, конечно, что-то с чем-то круто Нет слов просто С полем А вот теперь, друзья, начинается настоящая охота Ну вот, друзья, почти уже все убрано Плохо, что воды рядом нету Ну вот так, все, почти загрузили, осталось голову Что касается самой охоты Попытки охотиться на лося на реву или на стон, как еще говорят У меня уже были у нас в Кировской области Мы пытались в том году взять лося Я сам манил там И сдавал такие типа звуки Была у меня банка такая, замотанная изолентой И я надевал резиновую перчатку Делал этот звук Иногда лося отзывались Но из-за отсутствия опыта охоты по этому зверю Именно на гону Результатов не было 5 октября Сидел на лабазе И удалось выманить целую семью В общем, бычок вышел прямо передо мной на поле Я в этом В ролике, в одном из роликов показывал Это Целая семья вышла Но стрелять не стал Потому что сроки были уже За гранью Напомню, что охота на лося на реву проходит С 1 по 30 сентября С 2 по 31 сентября Запад Ну а что касается самой охоты в Вологодской области, то это был, конечно, вообще новый уровень Ну вообще было все по-другому, высоко организовано Начиная от самой охоты, заканчивая, не знаю, техникой безопасности Грубо говоря, даже если мы переезжали 100 метров, то всегда разъезжались Зачехляли карабины Охотился я с другом, он манил лося, а я как бы был стрелком Вся фишка этой охоты, ну кто не знает, заключается в том, что один человек, один охотник, тот кто манит Он издает определенные звуки, которые похожи на звук стона самца или самки И, соответственно, звери реагируют и идут на этот звук А стрелок, как правило, должен стоять поодаль от этого, от манящего Когда мы охотились у себя, это была самая частая наша ошибка Мы стояли по двое, я тут же и манил, тут же и стрелок стоял, грубо говоря А надо уходить одному вперед, манящему уходить назад, застрелка Как правило, мы приезжали перед закатом, грубо говоря, ну может быть в районе 6-7 часов вечера В определенные места, где до этого он находил, например, заломы, гонные ямы Ну гонную яму это, конечно, в идеале Ну, в общем, следы пребывания зверя, следы его гона То есть, как правило, заломы какие-то, вытоптанные места, лёжки там и так далее Машину мы оставляли очень далеко, подходили тихонечко Он оставлял меня, я бесшумно стоял С собой у меня была тренога, потому что данный стрельковый комплекс весит, наверное, 4,5 килограмма примерно Вот, поэтому держать его на вытянутых руках можно, но не нужно Ну, одно дело там 5 секунд подержать, другое дело там 2-3 минуты Поэтому я использовал сошку Лоси очень хорошо слышат, поэтому любой шум, вообще любой посторонний шум может их испугать Вот, поэтому подъезжать к месту охоты вообще не рекомендуется Нужно оставлять машину далеко и стараться подойти пешком, не шуметь Ну, а там, где стрелок остался, там вообще должна тишина соблюдаться, кромешнейшая Соответственно, я стоял очень тихо, а напарник уходил за меня куда-то в сторону Ну, ориентировались, конечно же, на ветер Обязательным условием этой охоты как раз таки наличие открытого места То есть манить-то его можно, манить-то можно где угодно абсолютно Хоть здесь вот, да, но толку-то что он будет вот там вот ходить за стеной леса К тому же охота в основном происходит в сумерках, либо рано утром, ну, темнота, темнота Да и стрелять через эти ветки, это, ну, смысла нету Поэтому, как правило, используется либо какой-то выруб, либо какое-то поле, где зверь может выйти И его будет удобно стрелять И самое главное, что если он будет уходить, чтобы можно было добавить и добрать Лось, в принципе, на рану крепок А во время гона даже, сами знаете, даже, блин, птица теряла вон и те крепки на рану Уж про быка говорить нечего Мы ездили очень много дней, ну, не удавалось добыть Потому что каждый раз какие-то такие микромоменты, которые, ну, способствовали неудаче Вообще, зверь, особенно крупный зверь, он очень продуманный, хитрый И всегда заходит, начинает, даже если он где-то против ветра, он начинает заходить, давать такой круг-круг Как бы собирать информацию, скажем так, нюхать воздух Стараться понять, на самом деле там корова или нет И бывает зачастую, поймав какой-то запах, он просто уходит, ну, или услышал что-то такое, что ему не понравилось Вот, в тот день, когда состоялась удачная охота, было то же самое Лоси, вообще, лучшее время для охоты, это, конечно же, такое морозное утро, туманное Вот они особенно начинают реветь, туманы И в тот день как раз была такая погода, но она резко начинала портиться И лось спера поревел в делянке, он отзывался, все Но, блин, уже начало светать, и, в общем, он замолк И вообще уже никакой надежды не было И уезжать мне уже надо было скоро, и так далее И мы стали выходить к машине, рядом поле с лобазами И вдруг услышали там в деревне внизу лось рявку У меня даже камеры на голове не было, потому что камера была у Макса Так как я, подразумевается, что я снимаю на прицел и так, грубо говоря А тут у меня ни прицел, ни камеры, в общем, ну так я остановился На всякий случай тоже надежды особо не было Вот, он начал ее манить, тот старат что-то отзывался Потом замолчал, и потом ба-бах И вырулил прямо на поле, прямо на открытое место Здоровенный бучара, блин Такие люстры, просто И остановился И долго не шел И вообще, как бы, ну удивительно, что он вообще вышел туда И начал приближаться, потихоньку он отходил, подманивал его И в итоге он подошел на выстрел На такой, ну, на рабочее расстояние метров 80 Всего было до него Вот, с первого выстрела он вроде упал, но Буквально там через несколько секунд скачал и побежал Пришлось добавлять еще одни выстрела Но вообще, стрелять, конечно, с открытых приспособлений Когда стоит кронштейн, не очень удобно То есть, это на, смотреть Вот, ну ладно, расстояние невелико А случаи интересные, когда четко вышел бык Их было два Я, конечно, тогда здорово адреналину словил Просто, представьте, вечер тишина И такой грохот просто, знаете Как будто там просто идет слон Грохот, рык, такой рев Что, не знаю, локомотив какой дудит Эмоции, конечно, через край После таких охот В общем, бычка отстреляли Лицензию закрыли Все хорошо, все по уму Какая была охота, друзья Давайте всем пока Но мне самое время вернуться домой Друзья, мы только что вернулись с охотой И на ужин у нас лосятинка Знаете, почему тишина все упали в уморок Из одного запаха Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!